8 февраля для российской науки дата историческая и знаменательная, ведь именно в этот день, 291 год назад, Петр первый основал Академию наук. И пусть официальный день российской науки празднуется лишь чуть больше четверти века, для ученых всей страны их профессиональным праздником всегда был именно восьмой день второго месяца года. Не стал исключением и 2015. За большую созидательную работу, достаточно большого количества ученых в нашей республике, и в этом году. С этим праздником, с этой датой, Днем науки Российской Федерации, пожелать вам новых и новых успехов, крепкого здоровья и благополучия каждому. В Татарстане науке всегда уделяли особое место. Недаром нашу республику называют колыбелью и химии, и математики, и многих других наук. А сегодня Татарстан еще и один из самых инновационных регионов. Огромная заслуга в этом принадлежит татарстанским вузам. Здесь наука на первом месте. Огромный вклад в развитие науки не только региона, но и всей страны вносит и Казанский федеральный. Университет, по крайней мере, в жизни Татарстана, конечно, в жизни науки, он сыграл выдающуюся роль за 210 лет, и фактически почти половина членов Академии – это сотрудники Казанского университета, и юбилей, которые провели в прошлом году, он также показывает, какую роль и значение имеет Казанский университет в жизни Казани, республики, страны, в мире. Поэтому от имени Казанского университета сотрудников, коллектива, я хочу вас всех поздравить с этим Днем Российской науки. Заслуги ученых Казанского федерального признают на всех уровнях. Не случайно именно наши профессора и даже аспиранты всегда и во всем на первых позициях. Свою порцию аплодисментов Казанский федеральный сорвал и сегодня. «Признание всегда приятно получить, награды приятно получать. Когда ученые получают награду, надо понимать, что особенно в современных условиях наука всегда очень интегральна. Это труд прежде всего коллектива. Поэтому эту награду с равным успехом разделяют все мои коллеги, которые вынесли сюда огромный вклад». День науки не был бы Днем науки, если б на нем только награждали достойных и вспоминали о достижениях. Ведь наука живет не вчерашним и даже не сегодняшним днем. Святой долг каждого ученого заключается в том, чтобы увидеть, что будет завтра. И в непростой 2015-й это как никогда актуально. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз.